всем огромный привет я анна константинова рада видеть вас на своем канале в этом видео я покажу как сделать потрясающую лисичку из фетра своими руками для работы нам понадобятся следующие материалы мягкий фетр нескольких цветов толщиной 1 миллиметр ножницы нитки для шитья иголка наполнитель для игрушек декоративный шнур для подвеса глазки диаметром 6 миллиметров носик 8 на 6 миллиметров контур по ткани оранжевый красный или розовый лента шириной 0 6 сантиметра клей-пистолет и выкройка вырезала все детали по шаблону фетр должен быть мягкий толщиной 1 миллиметр первым делом я пришью белую деталь к основной верхней детали ее можно просто приклеить на клей-пистолет или пришить на швейной машинке я шью все вручную это выкройка платная цена небольшая 200 рублей приобрести ее можно по электронной почте оплату можно произвести по номеру карты которая будет в описании под видео просто напишите мне хочу выкройку далее в этом же письме прикрепляете скриншот игрушки на которую хотите получить выкройку и чек и отправляете мне письмо а я в ответ присылаю вам выкройку также приглашаю вас на свой канал в дзен и группу вконтакте валяшки там вы найдете много всего интересного ссылки на них будут в описании также на этом этапе пришиваю голубые глазки я их обшиваю черными нитками шью в одну нитку то есть имитирую радужку спасибо огромное всем спонсорам которые поддерживают мой канал так я понимаю что мое творчество вам нравится и это мотивирует меня работать дальше чтобы глазки были более выразительные обошью их еще по кругу еще такой момент когда вы мне пишите письмо с пометкой хочу выкройку пожалуйста проверяйте правильность набора моего почтового ящика ошибки в одной букве приводит к тому что я просто не получаю ваши письма я ежедневно проверяю свою почту и отвечаю на ваши письма поэтому если кто-то не получил выкройку напишите мне повторно на правильный почтовый ящик ящик второй глаз обшиваю точно также все подготовила пришила еще кончики лапок и кончик хвоста к основным деталям вот что у меня получилось беру декоративный шнур для подвеса отрезаю 25 сантиметров завязываю узелок затем клею его к нижней детали тела накладываю одну деталь на другую и сшиваю тело обмёточным швом глубина моих стежков один или полтора миллиметра в том месте где ушки прокалываю иглой затем возвращаю ее на лицевую сторону и пропускаю иглу через петельку прокалываю иглой затем возвращаю на лицевую сторону и пропускаю иглу через петельку когда шьете следите за тем чтобы швы с обратной стороны были тоже ровными и красивыми тело лучше наполнять постепенно обшила большую часть начинаю наполнять его наполнителем холофайбером хорошо распределяю его по нижним уголкам обшила и наполнила тело завязываю два узелка а теперь внимание главный секрет невидимых узелков прокалываю иглой около узелков насквозь и вывожу в любом месте игрушки узелков вообще не видно основа готова перехожу к мелким деталям далее накладываю одну деталь на другую и сшиваю нос обмёточным швом если вам нужен вариант попроще то нос и лапки можно сделать плоскими из глиттерного фоамирана тоже будет очень красиво все мелкие детали шьются одинаково здесь также как и на теле прячу узелки аналогичным образом сшила лапки в зеркальном отражении и хвостик все мелкие детали готовы пора собирать нашу лисичку клею все детали на клей пистолет клея наносите немного чтобы он не вылез клею глазки на мордочку я использую глазки диаметром 6 миллиметров и носик 8 на 6 миллиметров я в последнее время украшаю елку фетровыми игрушками они очень классно смотрятся на елке я их комбинирую с деревянными снежинками и гирляндами и все кто к нам приходит всегда восхищается нашей елочкой а мои друзья и особенно дети всегда ждут в подарок от меня игрушки сделанные своими руками и как же это здорово что каждый из вас может порадовать своих родных и близких с наступающим вас новым годом долго думала чем же украсить лисичку и решила сделать клубничку кстати лисичку можно украсить ярким сочным лимончиком тоже смотрится неплохо как сделать такую фурнитуру своими руками я уже показывала ссылка на этот мастер-класс будет в описании оранжевым контуром по ткани рисую блистательную улыбочку в завершении своей работы украшаю лисоньку бантиком из яркой ленты шириной 0 6 сантиметров вот такая милая сказочная лисичка у меня получилось детки от таких игрушек будут в восторге а в одном из прошлых видео я показывала как сделать эту лисичку из фоамирана друзья если вам нравятся мои идеи то ставьте пальчик вверх пишите комментарии делитесь этим видео с друзьями в соц сетях и до скорой встречи всем пока